В городском конкурсе ЮИТ это здорово, участвуют 14 команд. Мы решили попробовать свои силы в этом состязании и пройдем вместе с другими командами практически все этапы. Первая станция называется Знаток ПДД. Как несложно догадаться, здесь проверяют знания правил дорожного движения. Тесты двух видов, для команд помладше и постарше. Берем сложный уровень, тесты для больших ребят 13-14 лет. Вопросы про велосипед, правила очередности проезда перекрестков, какие-то даются довольно легко. А вот остальные нет. Командам проще, они к конкурсу готовились. Мы же пришли, так сказать, покорять все с наскока. 10 вопросов, на каждый из которых дается по 30 секунд. Справились быстрее положенного времени, посмотрим сколько набрали верных баллов. Экзаменаторы, сотрудники госавтоинспекции считают наши промахи. Пару минусов накопилось. Зато за каждый плюс по 2 балла. Итог 12. Это был проходной балл для моей команды, или я завалил? Это самый наименьший балл из тех, кто сдал. Новости неутешительные, но впереди еще три станции. Знания основ ПДД мы сдали. Теперь у нас следующая станция знания основ оказания первой помощи. Ну, попробуем. Билеты здесь тоже двух видов. Для команд помладше полегче, и для команд постарше, как водится, куда сложнее. Здесь у нас присутствуют разные вопросы по тематике оказания первой медицинской помощи, в случае экстренной помощи, связанной с автомобилем. Снова садимся отвечать на сложные вопросы для старших команд. Без подготовки, честно сказать, это сложно. Например, вспомнить, как правильно называется повязка, которую накладывают при повреждении затылка, было сложно. Но раз на весь билет дается 3 минуты, медлить нельзя. Где-то отвечаем правильно, где-то угадываем. В общем, идем к экзаменатору. Шесть вопросов. Снова справитесь быстрее положенного времени. Ну, посмотрим, как на этот раз. В теории результат хуже. Только половина верных ответов. Осталось практическое задание. Билет номер 3. Экстренная помощь при открытом переломе. Что из этого предложенного можно применить для того, чтобы показать помощь человеку, облегчить его состояние при открытом переломе? Сбивчиво отвечаем практически верно. Итак, правильный порядок такой. В первую очередь, при наличии кровотечения наложим, как вы говорили, жгут. Опять же, это при артериальном кровотечении выше место кровотечения. При венозном кровотечении давящая повязка накладывается. И вызовем скорую медпомощь. Возможно, стерильные повязки мы тоже наложим, чтобы на место кровотечения. То есть я, в принципе, был прав, что жгуты скорые? Да. Как итог, результат не то чтобы отличный, но посоревноваться еще можно. Однако, по сравнению с командами, которые к этому конкурсу готовились, они все еще на несколько баллов нас опережают. И еще один конкурс, самый красочный, автогородок. А это самый насыщенный этап, автогородок. Подходящего велосипеда для меня не нашлось, поэтому просто поговорим об этом этапе. Что у нас здесь происходит? Конечно, для сотрудников госавтоинспекции важнее всего, чтобы ребята не только знали правила дорожного движения, но и умели их применять именно на практике. И вот именно на автогородке ребята показывают свои практические навыки вождения велосипеда. Они должны проехать определенный маршрут, соблюдая все требования правил дорожного движения. У каждого в команде свой маршрутный лист. Задача проехать по контрольным пунктам как можно быстрее и правильнее. А штрафные баллы тут можно получить за все. Не показали знак остановки или поворота рукой, пересекли линию разметки, не успешились с велосипеда на железнодорожном переезде. В общем, это самый сложный и в то же время интересный этап. На старт! Внимание! Марш! Со всеми заданиями ребята справляются куда лучше. Они к этому конкурсу готовились. Их задача сегодня продемонстрировать свои навыки знания ПДД. Иначе говоря, победить. Лучший из лучших отправится на областные соревнования, а следом на всероссийские. А там расчет уже только на победу.